В течение недели автомобилисты с небольшим опытом вождения стараются объезжать стороной перекресток улиц Островского и Черновицкой, а родители боятся отпускать своих детей в близлежащие школы. Светофор здесь не работает, несмотря на жалобы во всевозможные инстанции местных жителей, а переходить дорогу по Зебре, как выяснилось, не всегда безопасно. Шикарно. Сейчас половина первого, машин не очень много, но, как видите, перейти дорогу все равно довольно сложно. А вот утром, когда автолюбители спешат на работу, пересечь этот перекресток практически невозможно. Утром невозможно ходить. Да, я уже куда-то не звонила. Плохо нам, потому что с детьми каждый день ходим не по одному разу. Ходим плохо. Нам нужно обязательно. Чтобы быстрее. Перекресток страшный. Даже при рабочем светофоре бывают аварии. Как тут проходить? Здесь такой перекресток. И школьников сколько. Там школа, там сады. Там вообще ужасно, конечно. Водителям тоже приходится не сладко. Ведь если ехать не по главной дороге, да к тому же пытаться повернуть налево, в час пик простоять здесь можно довольно долго. Жители уже обращались в ГИБДД, в полицию и получали следующие ответы. Я позвонил в полицию. Говорю, господин полицейский, кто-то что-то собирается делать с вот этим вот светофором? Говорят, вы знаете, у нас нет финансирования. И обращайтесь в организацию, которая занимается обслуживанием светофоров. Но они вам тоже ничего там дельного не ответят. Действительно, как нам удалось выяснить, к починке светофором можно было бы приступить уже сегодня. Однако денег на соответствующие ремонтные работы из управления благоустройства пока не поступало. Мы передали жалобы жителей в администрацию города, где нам обещали посодействовать в скорейшем разрешении данной ситуации. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город».